В студии столицы Нижний депутат городской думы Нижнего Новгорода и директор школы номер 91 Игорь Богданов. Игорь Михайлович, здравствуйте. Доброе. Сейчас идет процесс оптимизации школ и в то же время идет процесс, как бы это правильно сказать, мы предлагаем строить новые школы. И вот возникает вопрос, что мы все-таки хотим? У нас школы недополнены или переполнены? Есть школы, которые имеют нормальную численность, есть школы, которые имеют среднюю численность, не по нормативу, есть школы, которые малокомплектные. Это связано с тем, в каком районе находится школа. Есть районы перегруженные, есть районы новостроек, есть районы старые, так называемые вымирающие районы, есть районы отдаленные, например, районы красноэтные, гвоздилки. Поэтому там есть две школы, которые имеют очень низкую наполняемость, Они неэффективны Дело в том, что этот процесс начался Почему? В городской администрации Последние три года не хватает денег И область давит на город С тем, что город оптимизировал свои расходы Там директор, тут директор Там заводчик, тут заводчик, там заводчик, там заводчик Вот соединяет две школы Правда, к этим школам будут присоединены Еще детские садики Клуб по месту жительства Как бы видится, что будут Оптимизированы расходы То есть мы, получается, экономим На административном ресурсе? Мы экономим на администрации Этих учреждений Учителя, дети остаются в том же самом Сами школы не закрываются Здания никому не передаются Потому что мы ожидаем все-таки Демографический бум И может быть в этих районах будет стройка И может в этих районах поливается детей Вы постоянно заявляете о скудном Финансировании школьного образования Действительно так? Дело в том, что вот те 14 миллиардов Которые идут на сферу Где-то 90, от 70 до 90 процентов Это фонд заработной платы Все остальное – это содержание зданий Но фонд заработной платы – это субвенция области Она как бы идет из области Полностью наполненная А все остальное – содержание зданий То есть это коммунальное хозяйство Теплоэнергия, электричество Содержание, ремонт, благоустройство Покупка новой мебели, аппаратуры Это все идет с городского бюджета О каких хотя бы суммах, может быть, речь идет? Примерно Ну вот на сегодняшний момент Город профинансировал социальную сферу По необходимости где-то на 25-40% То есть 60% должен каждое юридическое лицо искать самостоятельно Я так полагаю, что именно с этим связан перенос вопроса О повышении стоимости питания на 8 Я вообще не знаю, почему администрация города, мягко говоря, затормозила этот вопрос Но представьте себе Мы кормим детей по ценам 1 сентября 2014 года Как можно сварить суп, порцию супа за 8 рублей? Сегодня суп стоит 8 рублей Что туда можно ссовать? Там уже нет мяса, там уже нет практически ничего Там осталась только вода и овощи То же самое с вторым блюдом То же самое с третьим блюдом Дети любят вкусненькое А мы сегодня не можем дать им фрукт Мы сегодня не можем дать им лишний раз конфету Не можем лишний раз дать вкусное печенье или какую-то сладость Хотя цена вопроса была всего 21 миллион И самое интересное, что деньги до конца года В принципе уже выделены Но вот уперлись и все Сказали нет, не дадим Не пойдем Мы обрушим бюджет То есть питанием детей То есть то, что у нас самое дорогое Мы обрушим бюджет города Просто смешно И перенеся этот вопрос на сентябрь месяц Я думаю, что его просто закопают Игорь Михайлович, а что сейчас с фоками? Я так полагаю, что на них тоже денег не так много Не заморозят ли строительство? Я, кстати, ярый противник фоков Да, фоки нужны, но не жиру беситься Когда нечем содержать здание Фоки тоже затормозятся, потому что Если область еще найдет, из чего отдать То город отдать тебе 50%, это 400 миллионов За каждый фок не может Игорь Михайлович, расскажите, в чем суть вот этой проблемы С кредитовской задолженностью? Откуда она появилась? Суть заключается в том, что администрация города не умеет планировать ни доходы, ни расходы В 2013 году, в декабре месяце, я скандаливал на всю городскую думу Говорил, ну вот вы пишете цифры, вы же не соберетесь только налогов Мало того, вы уже планируете, что на 40% меньше будет бюджет образования Мы как содержать здание будем? Утвердили бюджет, нам обещали, что все найдем, все доходы наполним, все будет прекрасно Вдруг в ноябре месяце департамент финансов своим письмом останавливает все финансирование А уже были сделаны работы, построены здания, куплены оборудование Заключены контракты, кредиты То есть огромный город вложился в сферу образования Не только в сферу образования, в культуру, спорт и так далее То есть город вложился, люди взяли кредиты, частники Люди поверили нашему бюджету, люди поверили городской думе Люди поверили городской администрации И люди сделали для нас всю работу И вдруг все счета остановились Все абсолютно счета Мы выслушали, как у директора муниципальных учреждений Выслушали кучу возмущений со стороны исполнителей Кредитору, да На нас кулаками набрасывались люди, которые сделали всю эту работу Мы только разводили руками и говорили Я пытался несколько раз поднять вопрос на городскую думу Мы сказали, что денег нет, город не собрал налоги Город не продал имущество, город не продал земли Я прошу прощения, какой цене вы тогда продавали имущество, землю, если вам не хватило денег? Короче говоря, 1 января мы начали говорить с того, что у нас оказалось 1,5 млрд кредиторской задолженности Принято было решение администрации города отдавать кредиторку Но стали отдавать кредиторку деньгами 2015 года Не дополнительными доходами, а деньгами 2015 года То есть кредиторка переносится из 2014 года в 2015 И в 2016 мы все равно останемся должны Да, так самое смешное Получается, что мы не платим счета 2015 года Вот мы не оплатили январь, не оплатили февраль Значит, у каждого директора школы уже по кредиторке 2015 года Практически ни одно учреждение не расплатилось за первый квартал То есть директора школы вместо того, чтобы заниматься учебой, воспитанием, организацией учебного процесса Ходят по судам Пир во время чумы Вот я так называюсь сегодня Да, конечно, надо ставить памятники, да, конечно, надо ставить обелиски Надо, конечно, ставить Но если ты сегодня город не выполнил свои муниципальные обязательства То, извините, гротия цена Смотрите, вот взять здесь только одну школу На сегодняшний момент, на 25-е, 05-е, да Миллион 980, скажу, торских задолженностей То есть не плаченый мусор, не плаченый АПС Позранная сигнализация, не плаченая охрана Не плаченый вывоз И так целая перечень А не случится так, что произойдет некий коллапс Когда те, кому мы должны, просто перестанут нам поставлять услуги? Город захлебнется тогда в мусоре Город захлебнется, останется охранная сигнализация Теплоэнерго вынуждена будет прекратить подавать тепло Если город, ну, вылежит период 90-й год, когда мы брали кредиты Если город, либо город прекратит финансировать какие-то необязательные расходы Либо город вынужден будет брать кредиты Прокуратура уже возбудилась И наконец-то прокуратура дошла на этой думе, последней майской думе Прокуратура озвучила свои отношения И потребовала от города утвердить график погашения кредитовской задолженности Ну, вот я сегодня думаю, администрация города должна чесать голову Спасибо вам большое, Игорь Михайлович Пожалуйста